Скажите, есть такое распространенное мнение, что гипнабельные только люди со слабым характером. Комментируйте это, пожалуйста. Я являюсь действительно членом Российской Академии Космонавтов. Все космонавты супер гипнабельные люди, потому что большой объем работы в космосе, наибольший объем работы в космосе они выполняют в гипнабельном состоянии. Проводится предъявленный программ. Конечно, вся работа, которая проводится в космосе, это известно, так оно и есть, но она засекречена. Поэтому, если мы можем сказать, что космонавты безвольные люди со слабым характером, то, наверное, это будет не объективно и неправильно. Гипнабельность человека проявляется и выражается в двух качествах. Это эмоциональность человека. Эмоциональный человек, который тонко переживает, сильно переживает негативы или позитивы, радуется очень хорошо. В широком диапазоне эмоциональности это люди тонкие. Они могут быть по воспитанию своему, по формированию личности, воспитаны и сдержаны, но внутри как бы кипит, он сильно радуется или сильно горюет, возмущается. И второй фактор гипнабельности – это развитость воображения. Считаются люди творческого труда все гипнабельны, потому что у художников развито зрительное воображение, у архитекторов, у скульпторов, у музыкантов, композиторов развито аудиальное воображение. Ну, мы говорим художники и музыканты, некоторые не стали художниками, но у них есть это от природы способность, и они как бы в сути своей творческой, они хорошо там рисовали, начиная с детства, со школы, и в музыкальном плане не стал человек музыкантом, но он хорошо играет, может, на каких-либо инструментах, музыкально или хорошо поет. Поэтому вот фактор гипнабельности. И еще скажу на эту тему, что насколько человек гипнабельен сам, настолько этот фактор, эти качества являются способствующими, чтобы ему стать хорошим гипнооператором. Потому что они же и важны – эмоциональность и развитость воображения. – Скажите, может быть, вы замечали, с чем связана новая волна увлечения гипнозом? То есть, это волнообразно. В прошлые годы было, потом немножко потерялось, потерялся интерес, потому что сейчас новые люди увлекаются. Ваше мнение, это с чем связано? Связано это с тем, что после того, как распался союз, появилась возможность, немножко открытость и народная медицина начала процветать, и гипноз, и то, что было запрещено, стало разрешенным. И в тот период много, конечно, было возможности заработать денег, и много процветало шарлатанов. И люди, отдавая деньги, насытились шарлатанскими разными методиками. И они как бы немножечко… А в дальнейшем, если мы говорим конкретно о гипнозе, люди все-таки развиваются, понимают, сейчас интернет, сейчас есть возможности. Гипноз – это определенная ветвь общего психологического древа. Это научно обоснованные все методики и принципы воздействия. И люди, понимая это, они вновь захотели и забаулированные техники, чтобы и воспитывать своих детей, и чтобы процветать в бизнесе, чтобы была возможность убедить человека, чтобы они могли правильно изложить информацию и сделать какое-то предложение, выразить свою идею, привлечь спонсоров, инвесторов. То есть, поэтому они обучаются психологии правильно моделировать информацию, правильно подавать информацию. Врачи и ранее использовали, ну, они это и понимали, да, то есть и гипнотерапии, и кодирование. Люди у нас сейчас открыты, и разрешена народная медицина. Люди с народной медициной, они тоже увлекаются и заинтересованы гипнозом, тоже они начали понимать, что да, это гипноз, это гипнотерапия из академической медицины. Она может и в народной медицине присутствовать, и в эксцессорике, и в мистицизме, и в академической медицине она присутствовала и есть. Поэтому, как бы понимая это, люди уже идут на то, что это не какая-то фантазия, так это или не так, а это научно обоснованные методики. И те результаты имеют очень... История гипнотерапии богата чудесными вещами, да, то есть и преобразование тканей злокачественной в доброкачественную. И такие восстановительные процессы происходили, которые в академической медицине посредством фармакологии невозможно было.